Давать домашние задания, вызывать к доске, ставить двойки и требовать родителей в школу. Все это могли делать ученики физико-технического лицея номер один. Но такой день самоуправления бывает только раз в году, в день учителя. Когда педагоги отдыхают, а школьники на своем опыте узнают, как сложен учительский труд. Я понял, что быть учителем это не так-то легко. Это на самом деле очень сложный труд. Я сам сейчас понял на своем личном примере, потому что я сейчас веду физику. Когда класс шумит, это не очень легко его успокоить, вести урок. Ну и надо иметь железные нервы, чтобы классы держать в строгости. И чтобы они хоть что-то понимали, решали задачи. Дублировали в ПТЛ не только учителей. Руководящий состав лицея тоже был заменен на школьников. И бесспорно, самая важная и ответственная должность в этот день – это директор. Хотелось попробовать, как это так, быть главным в школе, всем заведовать. Ну, попробовать. Интересно же всегда поучаствовать в дне самоуправления. Как-то, может быть, что-то подкорректировать. Но когда уже садишься действительно в кресло, когда организационные моменты все уже прошли, то как-то понимаешь, что все в твоей школе очень хорошо, и менять ничего не надо, и все просто замечательно. Но без настоящих учителей в этот день, конечно, не обошлось. Им был посвящен праздничный концерт и все самые теплые слова, как коллег, так и учеников. Вот, ну и, конечно, хочу поздравить счастливей с наступающим их праздником, с Днем Учителя. Желаем хороших учеников, приятных учеников, понятливых учеников. Ну и чтобы у них все было, замечательно, чтобы у них было море счастья и добрые ученики. Цените ваших учителей потому, что они самые главные в этом мире. Они производят не что-нибудь, они воспроизводят цивилизацию, потому что они воспроизводят личности, их знания и культуры. И поэтому их роль в этом обществе всегда будет главной. А вас, уважаемые коллеги, в праздник. Поздравлением присоединяются Марина Кишинец, Александр Костыряченко, специально для Вести молодежь.